Пока мы не слышали заявление, что поставщик или дистрибьютор электроэнергии пойдут просить повышения тарифа, потому что и цена не сильно там изменилась. Тут больше вопросов возникает про перспективы в дальнейшем. Опять же, лето пройдет, и мы особо не почувствуем эту разницу. Но вот с таким только договоренностью на месяц и на месяц, возможно, мы опять придем к сентябрю, когда надо будет договариваться на больший срок. Другой вопрос про прозрачность. Опять же, мы уже практически 9 месяцев народу не сообщают, за что мы платим. И поскольку мы покупаем из наших денег бюджетных, нам же не говорят, вы недостойны знать этого. Теперь вот так господин Спунов выходит, что я вам скажу цену кучергам, я вам скажу среднюю, я вам скажу, что 30% мы покупаем из другого поставщика. А вы, если учили математику второго класса, вы сами рассчитаете цену. Тем не менее, мы вам не можем сказать. Вот такое у нас взаимоотношение с властью. Тут пройдет какое-то время, пройдут года, и возникнут вопросы по поводу, как так можно покупать из бюджетных денег что-то без того, чтобы объявлять цену. Как так за месяц до истечения контракта, вот 1 апреля, вышло такое предложение волшебное, что надо заставить Энергокум покупать из двух источников, притом 30%, зная конъюнктуру рынка. Любой маломайский думающий человек понимает, что это изменение произошло, было сделано именно для того, чтобы покупать 30% у кого-то еще другого. Да. У кого-то еще другого. Ну, это мы ищем альтернативу на всякий случай. А тот, который еще другой, понимаете, он же знает, что мы можем купить только у Кучургана, а остальные, поскольку сами мы себе законно писали, что мы обязаны, мы же к тебе придем, дорогой, за 30%, и ты тогда нам поставишь цену, например, 83-84 доллара, хотя Кучурган продает по 59. И Кучурган скажет, вы можете покупать по 83 доллара, окей, давайте за 100. Вот мы такой закон приняли за месяц до истечения контракта, и сейчас ходим так и говорим, мы вам не сообщим цену, вы сами рассчитайте. То есть это понятно, что через какое-то время вот будет заниматься... Вопрос возникнет. Да, возникнет вопрос, зачем вот надо было принять закон, который обязывает тебя практически покупать электроэнергию на 50-60% дорожных. А вы как считаете? Ну, я не следователь, да, я не прокурор. Там возникнут вопросы, и, надеюсь, будут ответы у товарищей, которые это дело делают, да. Но сейчас мы в такой идиотской ситуации, когда, имея 70% электроэнергии по 50-70-58, вынуждены покупать другой объем 30% по цене, которую, ну, сколько разделить 84 на 57 получается.